В городской программе по обновлению остановочных павильонов решительно захотели присоединиться те предприниматели, чьи торговые объекты примыкают к такой территории. Таким образом, они взяли на себя часть обязательств, которые собирались выполнить коммунальные предприятия города, говорит Александр Галтвенко. Бизнес сказал нет, мы готовы участвовать, мы готовы меняться вместе с городом, подтвердили это, взяли на себя сроки. И что мы видим на сегодня? На сегодня мы видим единственную остановку, которая появилась в районе Азовстальского завода управления. Почему так происходит и какова ваша позиция? Может вы изменили свои планы? А мы не знаем об этом. Эти вопросы первый заместитель городского головы задал тем немногочисленным предпринимателям, которые пришли навстречу. Предприятие Александра готово установить в Мариуполе не один остановочный павильон нового типа. Они, как заказчики, столкнулись с определенными задержками по срокам от исполнителей. Скоро у Домосвязи появится новая остановка, обещает Александр. Единственное, что процесс изготовления занимает месяц плюс-минус неделя. Очередь с оцинкованием стоит. Она в работе. Я думаю, что через месяц мы ее увидим. Территория бывшего хлебозавода на проспекте Металлургова остается в развалинах и взятые обязательства по обновлению большого количества остановок не выполняются. Так прокомментировал Александр Галтвенко деятельность одной из частных компаний. С этой компанией дальнейшее сотрудничество, наверное, можно расценивать как нецелесообразным и говорить о том, что они ведут себя не как ответственный бизнес, а как, к сожалению, далеко не ответственный бизнес и как, наверное, самый негативный пример работы предпринимателей на территории города Мариуполя. И не думайте прикрывать свой нелегальный бизнес строительством нового остановочного павильона, рекомендовал Александр Галтвенко предпринимателям, которые держат наливайку на конечном пункте общественного транспорта в микрорайоне Восточный. Наливайку в городе Мариуполе не должно быть. Графики и реальные сроки выполнения работ по обновлению остановочных павильонов предприниматели пообещали предоставить через неделю. Елена Гнездилова, Артем Коробецкий. Информационная программа «Зеркало». Информационная программа «Зеркало».